Убийство 15-летнего Романа Федулова буквально взбудоражило общественность. Шокирующие подробности преступления уже вывели дело на федеральный уровень. Напомним, по версии следствия, 52-летний отчим мальчика и его 29-летняя подруга, к слову, трехкратная чемпионка России по арчи-биатлону, совершили оккультное убийство. Мальчик с семьей проживал в поселке Учхоза Стенькино-Рязанского района. Юридически частный дом был разделен на две половины. Мальчик проживал с мамой в одной, другая принадлежала его отчиму. Вот в нее каким-то образом, как считает сторона обвинения, и заманили Романа. В ходе следственных действий установлено, что к гибели подростка причастны его бывший отчим и сожительница последнего. 20 октября 2021 года следователям следственного управления им предъявлено обвинение в убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые заключены под стражу. По словам самих обвиняемых, это был несчастный случай при проведении одного из культовых обрядов, который должен был вернуть отчима в семью. На первых допросах мужчина рассказал, как было все на самом деле. Мария взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Я так думал, нож для того, чтобы рисовать, потому что не хламастер, нужно было чем-то нацарапать. Видимо, рисовать ножом бы хотел. А вот я говорю, ты смотри, только не убей. Я говорю, монтажка, может, что-нибудь она не убьет. Ну, что-то простудно, чтобы оглушить ее. Ну, сделала твое, иди. Она пошла, я остался в машине. О времени, сколько она была, не знаю. Я сидел в темной машине, среди поля субъективной минут 15, может, плюс-минус 5 минут. Не знаю, сколько времени прошло, прибегаясь к ним по глазам, я его убил. Дальше вся эта затея обросла дикими подробностями. По словам обвиняемого на спине подростка, они хотели начертить пентаграмму. Но что-то пошло не так, и вместо этого подруга нанесла мальчику несколько ножевых ранений. Чтобы скрыть следы, труп они завернули в пакеты, отвезли в лес и скинули в заброшенный колодец, закидав ход ветками и мусором. По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено 30 различных судебных экспертиз. По месту жительства обвиняемых произведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты записи по оккультизму и полотенце со следами крови, которые, по согласно заключению эксперта, принадлежат убитому подростку. Также следы крови потерпевшего обнаружены в салоне и багажнике автомобиля бывшего отчима мальчика. Расследование уголовного дела продолжается. От своих показаний на камеру обвиняемые уже отказались. Вину не признают и перекладывают ответственность за убийство 15-летнего подростка друг на друга. Степень вины каждого определит суд. Герман Гущин, телекомпания «Город».